Добрый день! Сегодня мы в гостях у компании InfosystemaJet и мой собеседник Евгений Колесников, руководитель направления большие данные и машинобучения InfosystemaJet. Евгений, сегодня мы беседуем о теме искусственного интеллекта и о вашем хакатоне RAIF, Russian Artificial Intelligence, Intelligence Forum. Первый вопрос будет о том, что тема вообще-то довольно-таки хайп, потому что все об этом говорят, мало кто понимает, мало кто понимает разницу между машинобучением, искусственным интеллектом и так далее. Стоит задача обучить рынок и понять вообще, определить какие-то рамки то, под чем вы понимаете, что вы понимаете под искусственным интеллектом и вообще какие-то практические направления задать вот этому вот слову и термину. Хакатон проводит Сбербанк для банковской отрасли, своем видео для ритейла. Какая задача стоит перед вами и как вы оценили эту тему вообще сейчас? День добрый, Сергей, спасибо, что приехали. В целом у нас не совсем хакатон. То, что мы сейчас проводим, это некоторое соревнование, которое нацелено немножко на другую область. То есть, если мы говорим непосредственно про Сбербанк и про МВидео, то там МВидео проводит действительно хакатон, это такое мероприятие, когда какое-то количество людей собираются на одной площадке за два-три дня, делают какое-то решение. То у нас именно формат мероприятия более длительный и он обусловлен тем, что команда участвует удаленно. То есть, задача самого мероприятия это дать возможность нашим партнерам, в данном случае это Уралсип, МВидео и Альфа-Стахрование, возможность заработать еще один рубль дополнительно на тех данных, которые у них есть. То есть, мы видим большие перспективы и вообще возможности у направления, собственно, машинное обучение, то, о чем мы сейчас с вами говорим. И этот челлендж, этот конкурс как раз направлен на то, чтобы соединить рынок и соединить участников вообще интернет. Область довольно молодая и на сегодняшний день очень много людей имеют свои интересные наработки, интересные видения. И чаще всего большие компании, крупные игроки общаются с крупными интеграторами, с крупными консалтинговыми агентствами и их видение несколько, ну не то чтобы однобоко, оно имеет определенную направленность. Взгляд сверху, во-первых. Да, ну то есть, а мы предлагаем попробовать расширить, вот скажем так, взгляд и вообще понять вот те задачи, которые решают на сегодняшний день наши партнеры, а как еще их можно решить, а как еще можно заработать этот рубль на их данных. Вообще, у нас народ очень въедливый и мы очень часто видим, что люди пытаются оптимизировать какие-то процессы, но тем не менее мы предлагаем еще также варианты придумайте услугу новую, придумайте новый вид деятельности, которые компания может предложить и рынку, и тем самым еще один рубль заработает. Понятно. Евгений, тогда перед тем, как мы начнем уже о какой-то конкретике говорить, расскажите о скопе, ну то есть, сколько длится конкурс, в чем еще конкретно отличие от Катона, как понимает, это не такое короткое мероприятие, и для кого он, то есть, среди партнеров, стартапа, может быть, еще кто-то. Сам конкурс действительно длится полтора месяца, участвует, он разделен на три части, по направлениям. Первое направление это банки, и наш партнер компания Уралси предоставила данные для выявления оттока клиентов, то есть, ключевая задача, которую наш партнер хочет увидеть, это попробовать решить задачу оттока клиентов, но тем не менее, данные говорят в целом о клиентах, об их тратах, об их профилях, как они вообще живут в рамках внутри банка, и кроме этой задачи можно придумать и решить множество других задач, связанных как со скорингом, так и с новыми услугами, которые банк может своим клиентам предложить. Второе направление это компания NVIDIA, и наш партнер предоставил данные о том, как клиент взаимодействует с их сайтом, на какие страницы заходят, как он вообще совершает покупку. То есть, исходя из этого, мы видим, как вообще клиент живет внутри интернет-магазина. И мы можем, предлагаем рынку попробовать оптимизировать какие-то, возможно, узкие участки, где клиент уходит, не добравшись до покупки, либо предложить опять же новую услугу, какие-то товарные рекомендации, которые можно увидеть и сказать, что да, вот действительно, если вот здесь, в этой точке предложить клиенту вот не телефон, а, не знаю, аксессуар к телефону, то количество продаж увеличится там на 3%, и это тоже отличный результат. И третья компания, компания Альфа-страхования, предоставила данные по своим случаям обращения по ОСАГО. Происходит некий страховой случай, и в рамках этого страхового случая иногда случается так, что попадаются мошенники, которые пытаются страховую компанию тем или иным образом обмануть. Выявление вот этих мошенников – это довольно дорогостоящая процедура. Ну, то есть, во-первых, риски связаны с тем, что необходимо деньги выплатить, во-вторых, это штат, и не всегда получается эффективно их на первых этапах отловить. Соответственно, ту задачу, которую мы предлагаем в рамках Альфа-страхования, это попытаться найти мошенников до того, как они еще свое вознаграждение получат. Найти именно вот эти связи. Мы предлагаем участвовать, в принципе, всем желающим, кто имеет возможности и экспертизу по участию. Это могут быть как студенческие команды, это очень хорошая возможность заявить о себе как со студенческой скамьей. Это могут быть стартапы, которые хотят с крупными игроками попробовать какие-то свои идеи обкатать, реализовать. Это могут быть, в принципе, любые энтузиасты, которые видят, что да, рынок несовершенен, и вот здесь еще можно новую услугу, еще что-то новое предложить. То есть, в целом, это все, кому эта тема интересна, и у которых есть люди, у которых есть экспертиза. Ключевые требования к участникам есть какие-то, например, обязательно использовать какую-то определенную систему машинного обучения или какую-то платформу на ее основе? Нет, мы не предъявляем к участникам жестких требований в области именно каких-то знаний, экспертиз. То есть, в целом, если участник знает, понимает, как из этих данных можно получить value, отлично. Это не всегда именно машинное обучение, это, возможно, какие-то статистики или какие-то пакеты, которые просто на базе весов делают предположения. Но в целом мы поощряем именно возможность такого бизнес-видения, то есть, применение математики в бизнесе. Какие критерии будут оценки? Что вы будете в итоге делать с финалистами? Кто это будет? И какое будущее у них, допустим, в качестве партнеров вашей компании? Как это будет все реально им внедряться и в жизнь? С точки зрения критериев, все результаты, все заявки, все решения будут оценивать комиссия, состоящая из сотрудников партнера, это бизнес-подразделения, технические подразделения, и нас, как технических экспертов. Соответственно, каждое решение будет оцениваться с двух точек зрения. Первая точка зрения – это бизнесовая. А как еще заработать? Действительно ли там есть value для бизнеса? И вторая – это технологическая. А действительно ли, какие инструменты, насколько они масштабируемы, как вообще их можно дальше развивать? То есть, если именно с точки зрения технологии, именно в этом решении существенное развитие, и как это можно дальше двигаться? Соответственно, будут определены финалисты, и уже непосредственно сами партнеры наши выберут победителей. Победителей мы приглашаем уже на наш форум, обеспечиваем им проезд, проживание, если необходимо. В Москве, 7 ноября уже финальное мероприятие. И в рамках форума мы дадим сцену этим командам, для того, чтобы они могли создавать о своем решении. В принципе, поскольку мы приглашаем на форум не только наших партнеров, а очень большой срез рынка, то они имеют первая возможность выступить перед большой аудиторией бизнесовой. Второй – они имеют возможность продолжить свои идеи, реализовывать с партнером, в рамках которого они выиграли. Безусловно, кроме победителей, могут интересные идеи реализовываться и других команд. То есть, если какое-то большое количество команд прислало интересные идеи, то партнер самостоятельно связывается с теми командами, где действительно есть интересные идеи, и продолжает с ними работу. Таким образом, мы поощряем просто самое лучшее решение, но не останавливаем ни наших партнеров, ни поигранчиваем. Вот у вас скоро прием заявок, как вы сказали, уже завершится. Можно ли подвести какой-то итог? Количество участников, сколько вы ожидаете финалистов, какой из треков стал самым популярным, например? Вы знаете, все треки на самом деле идут довольно параллельно, и мы не видим какого-то перекоса в ту или иную сторону. То есть, я могу сказать, что на сегодняшний день участников больше сотни команд, которые зарегистрировались, и какие-то уже решения нам присылают, и с данными делают. Очень активно задают вопросы по данным, и мы видим, что вопросы именно бизнесовые, очень глубокие. Команды разбираются в том, что они делают. Соответственно, финалист всегда, ну как бы победитель будет один, финалистов от пяти до десяти команд, которые мы будем уже рассматривать. Ну, то есть, в каждом из треков будет несколько победителей. Да, в каждом из треков каждый победитель получит 350 тысяч рублей. Это наш, скажем так, вклад в развитие этого направления, и как мотивация командам участвовать, кроме того, что они имеют площадку, кроме того, что они имеют возможность дальше развивать свои интересные идеи, это еще и финансовое вознаграждение. Соответственно, в каждом из треков будет пять-десять финалистов, из которых будет выбран победитель. Понятно. Ну, давайте тогда перейдем к вопросу о вашей экспертизе, потому что проводить такой конкурс, не имея ее, наверное, было бы бессмысленно. Все-таки расскажите о том, что, над чем вы работаете сейчас, может быть, уже какие-то текущие проекты, и если есть, то о платформе. Вы знаете, действительно, с точки зрения экспертизы, вообще, почему мы это само мероприятие и челленджи решили проводить? Мы понимаем, что рынок развивается, у рынка очень большой потенциал, и ему требуется некая поддержка в развитии. И понимая это, мы также видим, что если мы совместно с другими игроками будем в целом рынок развивать, то мы точно так же в рамках этого рынка будем иметь возможность расти вместе с другими партнерами. Мы хотим видеть на рынке действительно экспертные команды, действительно интересную конкуренцию для того, чтобы и заказчики, и мы получали дополнительную value от того, что рынок развит. С точки зрения экспертизы, мы развиваем много проектов в областях. Ключевые – это банки ритейл. Здесь мы сосредоточены, наверное, сильнее всего, поскольку у нас очень сильная экспертиза именно в этих направлениях. Мы очень хорошо себя чувствуем с точки зрения безопасности, и в рамках безопасности. И нашей экспертизы мы и платформу свою создали. Она называется JetDetective. А, собственно, платформа базируется на элементах искусственного интеллекта, машинного обучения, если угодно, и позволяет выявлять мошенничество, подозрения на мошенничество, именно используя не только классические методы, role-based так называемые, что если, но и используя именно математику как дополнительный инструмент, средство, который позволяет, собственно, мошенничество выявлять. И вот эти направления мы на сегодняшний день видим одними из самых быстро растущих. То есть и банки, и ритейл – это те области, где оптимизация даже на долю процентов существенно увеличивают выручку. Потому что конкуренция уже, да, действительно на грани процентов происходит. Если вы над конкурентами вырастаете там на 1-1,5%, это дает вам существенно... Да, ну, вы знаете, есть такая, да, пословица, если хочешь оставаться на месте, то должен бежать, если ты хочешь двигаться вперед, то должен очень быстро бежать. На сегодняшний день ситуация сложилась такая, что, в общем-то, все доступные инструменты уже внедрили, все имеют... То есть все автоматизированы уже, и осталось сделать какую-то последнюю вот такую вишенку на торте. Идти дальше, а куда и двигаться дальше. Да, уже внедрили все BI, уже все прекрасно свой бизнес понимают. Необходимо смотреть в будущее. Да, есть люди, которые в этом направлении работают, как эксперты, но тем не менее именно методами машинного обучения мы позволяем, ну, мы добиваемся улучшения метрик на процент, иногда на десятки процентов. Само по себе внедрение модели машинного обучения оно не дает взрывного роста в какой-то области. Но, например, у вас 100 процессов, в каждом из них вы сделали, оптимизировали его на там по 1-2 процента. Итого это кратный рост бизнеса. Таким образом, сама идея машинного обучения, она в том, чтобы компания перешла на новый уровень понимания. Ну, то есть она стала оптимизировать свои процессы, именно свои внутренние процессы с точки зрения именно машины и передавать ей какие-то управленческие решения. Это и позволяет компаниям, которые сейчас вот на пике этого, скажем так, прогресса, двигаться вперед и получать свои конкурентные преимущества. Понятно. Ну, раньше мы говорили, все говорили о больших данных машинного обучения, теперь искусственный интеллект. Это какие-то у вас новые проекты на основе больших данных вы какую-то новую экспертизу там носите? Или это какие-то Greenfield? Ну, то есть с новыми заказчиками? На самом деле, большие данные из машинного обучения, искусственный интеллект — это одного поля ягод, скажем так. Искусственный интеллект — это подраздел машинного обучения, который связан с нейронными сетями. Ну, чаще всего говорят. Просто термин уже прижился, эксперты не очень его любят, поскольку он такой немножко хайповый и не совсем отвечает действительности. Но, тем не менее, мы его используем как такой вот узнаваемый термин. И вся история, она злородилась ровно из-за того, что произошло две вещи. Первая вещь — мы научились хранить большой объем данных, компании научились хранить, действительно большой объем данных. И второе — мы позволили математике этот большой объем данных рассчитывать, просчитывать. То есть метода машинного обучения, нейросетям, в общем-то, не один десяток лет. Это, в общем, старые довольно технологии. Первый Байсовский метод — это 300 лет назад. Просто на сегодняшний день мы имеем мощности для того, чтобы данные, именно те самые большие данные, о которых мы говорим, переработать и вытащить из них некие смыслы, некие идеи, инсайды, и уже их отдать бизнесу. Понятно, Евгения. Спасибо за беседу. Удачи в бизнесе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!